Давайте смотреть, какие же самые главные препятствия у нас есть. Самое главное препятствие связано с заземлителем. Нам надо, чтобы ток молнии не попадал в заземляющее устройство объекта, который мы защищаем. Что представляет в этом отношении самую главную опасность? Самую главную опасность представляют скользящие разряды по поверхности Земли. Эти скользящие разряды по поверхности Земли распространяются даже в ординарных грунтах на расстоянии в десятки метров. И теперь это хорошо известно. Низкоомные грунты не устраняют возникновение скользящих разрядов. Вот на той фотографии, которую вы видите в верхней части слайда, скользящий разряд длиной в 30 метров произошел при напряжении на заземляющем устройстве меньше, чем 300 киловольт. Вот что такое скользящий разряд. И если мы хотим действительно изолированную молниезащиту, вот с этим надо бороться. Второй момент вот какой. Электромагнитное поле молнии. Мы можем принять молнию на изолированный молниеприемник. Но когда ток молнии будет течь по этому изолированному молниеприемнику, и когда этот ток будет течь по металлоконструкциям, которые отводят ток молнии в Землю, электромагнитное поле этого тока практически не изменится. Оно останется практически таким же. И с этим полем нам надо бороться, если мы действительно хотим изолированной молниезащиты. Вот эти две проблемы и приходится рассматривать.